Он может наступить очень легко, одним манем, высочайшей длани. Момент, когда вы останетесь неуделами, потому что вы плохо работаете. Потому что живой журнал будет просто-напросто запрещен точно так же, как он запрещен в Казахстане. Или в Китае. Или в Китае, да. Но я отвернулся только что из Казахстана и испытал довольно сильные чувства. А потом провел немало времени, пытаясь, значит, с одной стороны, организовать выход в живой журнал через анонимный прокси-сервер. А с другой стороны, там убедился, что в Windows это все работает про broadband. Простите, дорогие товарищи, на эту терминологию. Как там под Wi-Fi это настраивать, это нужно еще потратить два часа, а не специалисту. Тем не менее, что произошло в Казахстане? Давайте начнем с этого. Был блок, соответственно, который правительство Казахстана просило нас закрыть. Мы за него отказались. Там кто-то писал какие-то записи, связанные то ли с зятелем, то ли я не помню. Там какая-то история была, вот этих взаимоотношений семейных в высшем руководстве Казахстана. Насколько я понимаю, это было давно. Да, о которых Казахстане говорят абсолютно все. Потому что там есть понятие молодая жена. Это было давно. Кто-то, в общем, там это писал, и, соответственно, нас просили закрыть. Мы закрыть это отказались. Потом якобы там появился блок какого-то экстремиста, якобы. И, в общем, нас, так как мы не шли на встречу, фактически нас принуждали. Ну, не принуждали, нас просили о цензуре. Мы в цензуре отказали, потому что наши правила этой записи, этот дневник не нарушали. Соответственно, нас закрыли на всем Казахстане, чего далеко ходили, взяли и всех закрыли. Это было решение Назарбаева? То, что надо решение Назарбаева? Понятия не имею, кто это решил. Ну, закрыл нас целиком местный. Насколько я понимаю, решение было суда, естественно. То есть, они это подвели под историю о... Как это вот... Да какая разница? Ну, вот это вот фактически называется. Как он скажет по такому? Экстремизм. Да, точно, экстремизм. Повышенный призыв к экстремизму. Это подвести можно любого. Вот посмотрите, какая штука. 1 ноября текущего года в России появится единый реестр запрещенных сайтов. Известны данные. Сейчас посмотрю, чьи... В ЦИУМ 73% россиян поддерживают создание черного списка. Это значит, что при большой поддержке советских трудящихся можно сделать так, что живой журнал будет закрыт. Потому что там будут публиковаться перепечатки с каких-либо сайтов. Потому что в блогах пользователей будут содержаться, я не знаю, упоминания на запрещенную литературу и так далее. Не-не-не, там другая история. Вот этот закон, который вы говорите, он направлен на историю про детей. То есть вот этот список запрещенных сайтов, это борьба с педофилией, с детской порнографией. Как в одном ключе, там и педофилия, и детская порнография. Соответственно, второй пункт – это инструкции по изготовлению наркотиков у их прекурсоров. И третий пункт – это инструкции к способам суицида или призывы к суициду и так далее. То есть эти три пункта конкретно описаны. То есть когда закон этот только рассматривался, там во втором чтении, в первом и втором чтении мы, включая Википедию, ВКонтакте и ряд других сервишов, включая Яндекс, протестовали против принятия этого законта, потому что в нем был еще пункт, который говорил о том, что либо любой другой контент, который мешает физическому и интеллектуальному развитию детей. Вот под это можно было писать вообще все, что угодно. Просто все, что угодно. Соответственно, мы как бы говорили, что, ребят, ну так нельзя делать. То есть мы же не в каменный век живем, в конце концов. Соответственно, во втором и в третьем чтении, а там в один день приняли и второе, и третье чтение, в итоге этот пункт убрали. Соответственно, теперь описаны три четких пункта, которые говорят детская порнография, изготовление наркотических средств. И доказать, что употребленная в блоге фраза «он пыхнул» подходит под описание применения и использования, черт из-за ничего. А там нет применения и использования. Вот в отношении наркотиков. Что там есть? Там, насколько я помню, есть пропаганда к изготовлению и прочим вещам. То есть как сделать наркотик фактически. И он взял в руки, жубас и пыхнул. Вот мы сейчас уже наговорили. Бог знает, на сколько лет. Там есть процедура следующая. То есть вас, естественно, тут же не вносят в список этих запрещенных сайтов. Есть процедура, которая говорит о том, что уведомляются, соответственно, владельцы сервиса, которые должны каким-то образом на это реагировать. Илья создается 3000 ботов, роб-ботов, которые, извините, просто не все термологию знают, которые начинают постить с безумной совершенно скоростью миллионы постов, в которых будут описаны способы растления лолиты, употребления... Единственное, кто эти ботов находит, соответственно, является Роскомнадзор, который призван в исполнении... Да, и будет вам доказано по решению суда, что все это расположено на... Ну, заблокируют-то до суда в этом плане. Да, и живой журнал может в любую секунду, да, и будет он перестать существовать. В течение 24 часов после первого обращения в сторону живого журнала... Я понимаю, вы же не сможете вычистить все разом. А мы не будем вынуждены вычистить все разом. Мы будем вынуждены теоретически, да, потому что все эти темы, которые я перечислил, они и так запрещены в ЖЖ. Ну, то есть, на самом деле, этот закон нам не добавляет ничего. Мы бы и так блокировали этот контент, если бы нам на него кто-то пожаловался. Но вы не сможете заблокировать разом там... Так, а мы будем... Так, по идее, процедура предполагает о том, что если мы получим ссылки на 300 тысяч записей, которые якобы соответствуют нарушению этим законам, да, новому, то мы, по идее, их заблокируем. Нам же все равно ссылки все эти пришли. Тут вопрос в том, что доверяем ли мы тем, кто прислал эти ссылки, и действительно, среди этих 300 тысяч ссылок не попадется случайно какая-нибудь не имеющая отношение... Ну, тогда мы уже конфликтно говорили. Да, ну, то есть, как бы, в этом случае можно всегда обратно, да, сказать, что, ребята, а я-то здесь при чем? То есть, мне как-то случайно... То есть, вы не боитесь этого закона? Я думаю, что здесь есть нюансы, есть опасность того, что он может быть применен не по делу. То есть, если он будет применяться четко по делу и как он описан в самом законе, мы его не боимся, потому что он, как бы, для нас ничего не меняет, мы и так это делали всегда по первому же обращению. Да, у нас нулевая терпимость в детской порнографии, например. И наркотики, и суицид туда же тоже входят во всю эту историю. Вопрос, как он будет дальше столбиться, посмотрим после первого ноября. То есть, в любом случае, будет интересно же, мы же тоже не останемся в стране. Если мы реально получим, что сейчас, ну, 300 тысяч после первого ноября создаются записи, которые являются, как бы, специально провокационно созданными для того, чтобы закрыть живой журнал, ну, как бы, это обнародно. Ну, то есть, мы об этом скажем, что, ребята, вот такая ситуация происходит. Это же не будет никакого секрета. Удалось ли вам найти, кто стоял за организатором? То есть, не вам найти, видимо, у нас же есть целое управление, которое этим занимается. Огромное количество людей в погонах работает. Кто был организатором атак на ваши серверы в день выборов президента Российской Федерации? Путина Владимира Владимировича. В этот день, насколько я помню... Не было атак серьезных в день выбора президента. У нас были серьезные атаки в Думскую. Я не мог выйти тогда. И в Думскую, да. И в Думскую не работают. В Думскую мы испытывали... Это преступление по российскому уголовному кругу? Преступление. Преступление. Значит, управление у нас есть, которое расследует преступление вот в этой интеллектуальной связи? Есть. Отделка называется. Да. Что отделка? В этот раз мы, насколько я помню, не обращались в отделка, потому что мы обращались туда по факту мартовских, апрельских, мартовских и июльских атак. Они тогда были такими серьезными. У нас тогда даже провайдер в июле отказал. Ну, в плане, что он не смог работать. У него все мощности были забиты. До нас даже ДДОС-атака не дошла. У нас сервера остались в спокойной сети, потому что провайдер рухнул. Вот. Мы как бы предоставили данные, да, согласно атаке. Все, что нас запросили. Люди приезжали к нам. То есть, мы написали все эти обращения. ДДОГИ получили ответ то, что, как бы, от участкового какого-то. Ответ о том, что, в общем, по мнению каких-то специалистов, значит, никакого ДДОС-атаки никто, в общем, не видел. А. Ну, и мы, в общем, перестали, как бы, этой историей дальше заниматься, потому что, понятное дело, что никого не найдут. Во-первых, хунтер-офицерскую вдову никто не бил, а во-вторых, она сама себя высекла. Да, правильно. Это, я понимаю, что это город был упором. Чтобы, ну, то есть, правильный вариант в этом случае работать, да, это иметь возможность защититься от ДДОС-атаки. Ну, если на государство надежды нет? Я еще не знаю ни одного прецедента, который... А, нет, был один какой-то прецедент, когда кого-то арестовали за организацию ДДОС-атаки. Это было, по-моему, вот связано с платежной системой, с какой-то одной из наших. Когда кого-то через два года, что ли, поймали и сказали, что это да, он в качестве конкурентной борьбы организовал ДДОС-атаку. Мы не знаем, кто их организовывает. Да, это тоже сложный вопрос. Нас атакуют, в общем, достаточно постоянно. Последняя атака была на Темину запись про патриарх. Кто это делал? Тогда, пожалуй, последний вопрос. Мало времени.